ВОЦЕРКОВЛЕННЫЙ ВОЦЕРКОВЛЕННЫЙ Предполагают, что человек находится в церкви, но не просто в храме Божьем, а в том, что апостол Павел называет телом Христовым. Церковь, тело Христово. А мы – уды от части. Мы – часть этого тела, главой которой является Господь наш Иисус Христос. И воцерковиться – значит быть во Христе, когда Бог всяческая во всем и в тебе. Как мы об этом читаем в удивительной молитве 100-го Симеона Нового Богослова перед Святым Причащением. Когда Господь входит всего в меня, во вся состава, в его утробу, в сердце. Вот это настоящего церковления. Когда ты со Христом. Как быть со Христом? В таинстве причащения тела и крови Его. Когда ты причащаешься, ты являешь собой то, чем ты называешься. Церковью. Дальше жизнь, следовательно, должна быть евхаристична. Ты всегда должен быть готов к причащению. Ты всегда должен быть милостив, сострадателен, готов правильно поступить в минуту искушений. Не предать, не осудить, не убежать от обстоятельств, которые вынуждают тебя помочь кому-то. Не закрыть свое сердце от чужой боли. Быть, если хотите, социально активным, социально полезным. Быть праведником. Думаете, тяжело быть праведником? Да очень просто. Просто поставь перед собой несколько целей и задач. Мы же знаем, чем мы боримы чаще всего. Думай теперь об этом. Я, допустим, часто матерюсь. Как с этим быть? Давай поменяй сначала эти сложные слова на слова-паразиты. Укуси меня, пчела. Потом и с этими словами-паразитами поборешься. С ними уже будет легче. Постоянно осуждаешь? Молчи, когда хочешь дать негативную оценку не поступку, а человеку. А если поступку, то не в контексте совместной работы с ним, а просто поступку далекого человека, который к тебе не имеет никакого отношения. Осуждение просто ради осуждения, а не для того, чтобы решить какие-то серьезные проблемы на работе в результате того, что тот или иной человек сделал ошибку во время своей работы. С каждым грехом надо бороться. Последовательно, постоянно, и преодолеть его с Божьей помощью можно. Легко и во всегда. В этом и есть еще один основной аспект воцерковления. Светить людям другим своей любовью. То, что ты знаешь о Христе, говори другим. То, что ты имеешь в сердце своем, делись с теми, кто не имеет. Так да просветится свет ваш пред людьми, что, видя ваши добрые дела, прославят Отца вашего Небесного, говорит Спаситель. В этом тоже экстремиссионерская составляющая любого церковления. Предполагается, что ты являешься частью прихода, частью общины, а не просто пришел, причастился и убежал. Но церковление предполагает возможность помогать приходу всеми своими силами. Что ты умеешь? Предложи общине. Может быть, твоя помощь будет уместна в воскресной школе для детей или для взрослых. Может быть, ты можешь помогать на кухне или просто прибираться в храме. То есть, стань частью этого прихода, стань частью церкви. Это тоже будет следствием воцерковления. В общем, подытожу, что жизнь в Духе Святом является индикатором того, что ты воцерковлен. Ты любишь молиться, ты любишь Писание, ты читаешь его, ты читаешь толкование. Ты смотришь портал Экзегет, на котором существует огромное количество толкований. И для старого, и для младого, и для интеллектуалов, кто только начинает воцерковляться, и еще не понимает ничего. У нас есть все. Воспользуйтесь всем тем, что наработано этим порталом за последние годы. Любите Христа, любите людей, друг друга. Не превращайте главную жизнь других людей в ад. И в этом проявите свое деятельное воцерковление. Когда ты в церкви, и церковь в тебе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.